Конденсат цветного стекла На самом деле уравнение Джимбалка формально эквивалентно иерархии Балетского Модель Макклерна-Венугополана Это некая классическая модель для поля и различных других функций Для классического поля ядра Из этого поля можно построить различные глионные распределения Для них, для всех, соответственно, будет эта модель Ну и вот мы с нее начнем Значит, если у нас есть ядро, которое движется как-то Там есть кварки и глионы Но для начала мы можем сказать, что пусть у нас есть только валентные кварки В каждом протоне и нейтроне есть по три кварка И они находятся в какой-то точке Ну вот здесь большое ядро В нем есть какие-то нуклоны Как-то распределенные В каждом нуклоне есть, скажем, по три кварка На самом деле, то, что я буду сейчас рассказывать Это упрощенная модель Когда говорится, что нуклон — это диполь В нем есть всего два Я об этом говорил в прошлый раз На самом деле, это не принципиально Там видно будет дальше, что Если там будет три То просто формула чуть-чуть усложнится В плане суммирования по различным степеням А идея останется абсолютно такая же Поэтому мы можем просто говорить, что каждый Для начала говорить, что каждый протон — это некий диполь С позиции кварка, антикварка в нем И он бесцветный И этот тоже бесцветный И все они такие И вот это ядро состоит из вот такого набора диполь Вот, переформулировать это, когда там их три Опять-таки, вот можно Просто следуя тому, что я сейчас расскажу Вот, только вот всякое суммирование по частицам будет сложнее Вот, значит, и мы говорим Вот, есть у нас такое ядро Мы хотим написать классические уравнения движения То есть, какое поле создает это ядро в нашей точке Да, вот мы где-то тут вот в точке х стоим У каждого из этих есть свои координаты И мы хотим посмотреть, какое классическое поле Сильное поле, ну в смысле вот глионное поле Создает вот этот объект в нашей точке Вот, значит, для этого мы поступим следующим образом Мы скажем, что у нас есть лагранжан КХД Да, мы в этот лагранжан можем добавить ток Так, отвечающий вот этому ядру Оно там на нас как-то движется Соответственно, он движется, ну, фактически по траектории на нас Вот, и ток, отвечающий, ну, некому заряду, да Который движется по траектории Мы умеем как писать Знаем как писать В принципе, знаем Вот, мы напишем этот ток Решим соответствующее уравнение движения, да Найдем поле, которое отвечает вот Классическое поле такому источнику И из этого классического поля Мы будем потом строить различные корреляторы И это будут там наши наблюдаемые потом Вот Значит, мы, например Если мы хотим посмотреть какую-то наблюдаемую величину Зависящую глюонных полей Мы говорим Вот глюонные поля мы из этих уровней не нашли Они отвечают вот этому ядру, да Вот Мы берем среднее Потом, значит, чтобы найти нашу величину Вот если у нас есть какой-то оператор Значит, О Это может быть там число глюонов Глюонная плотность Там еще какие-то вот сечения, да Вот А этот оператор, вообще говоря, зависит от Что называется Ро Где Ро – это плотность распределения Вот этих зарядов в нашем ядре, да То есть я сейчас фиксирую конкретные координаты Х и Т Х и Т штрих Это, значит, координаты, скажем, вот Кварка, ну, и антикварка в нуклоне Так? Вот И они мне даны просто железные прибитые гвоздями Я от них смотрю поле Вот А Ро – это плотность, значит, это Ну, плотность Как функция вот всех вот этих координат их сытых Так? То есть в зависимости Ну, от их сытых, да В зависимости от того, как распределены вот эти вот заряды в ядре У меня и будет, значит, значение моей наблюдаемой Да? Потом, чтобы мне получить физическое число Я должен усреднить по всем возможным Ро Вот Это будет, ну, мое значение, число Да? Вот Да, то есть мы говорим следующее Каким мы, из каких этапов состоит, как бы, задача Первое Мы взяли какое-то конкретное распределение частиц в ядре Зафиксировали их Они прибиты гвоздями Вот По этим, значит, по этой конфигурации Мы посчитали поле Так? Классическое поле По этому полю мы посчитали нашу наблюдаемую величину Потом мы сказали, что на самом деле ядро Это, так сказать Там не всегда они все прибиты гвоздями на этих местах Мы должны усреднить по какому-то распределению Вот этих вот частиц Вот И, соответственно, это среднее у нас будет выглядеть так То есть это интеграл, вообще говоря, функциональный по всем функциям этим Ро Да? Некий вес от Ро Где вот этот вес, он нам говорит С какой вероятностью, грубо говоря, вот эта конфигурация Ро встречается для нашего ядра Вот Помножить на вот это О от Ро, который мы ищем Ну и поделить на просто Вот Вот, собственно, и все Дальше для вот этого W от Ро Можно писать, находить какие-то модели Вот Ну, как правило, говорится просто, что это Ну, некий гауссовский распределение Так Вот И вычислять вот это среднее И, значит, получать ответ Вот Но Первый шаг во всем этом действии Это По фиксированным зарядам найти поле Вот этим мы сейчас и займемся Вот Итого Вот наше уравнение движения квантовой хромодинамики Да? Нам нужно написать ток, отвечающий вот такому вот ядру Ну, значит, у меня просто стоит Амю Значит Сейчас Ж Ну, вот так у меня стоит, да? В Лагранжане L L 0 плюс Я добавил источник Когда я проинтегрирую по всему Он у меня действительно будет бессветным А пока У меня Они не находятся в одной точке Поэтому Каждый из них, на самом деле Это некий отдельный цветовой заряд Я просто по ним посуммирую Вот И когда я по ним посуммирую Тогда у меня Все вместе будет бессветным А так Каждый отдельный Он у меня цветной объект И поэтому Это же Это будет некая сумма Полей от различных цветных объектов У меня Не, ну вот смотри Вот диполь, да? Стоит Я знаю, как у меня от этого источник пишется Да? Вот У него какой заряд? У кварка У кварка, вообще говоря, заряд Ж на ТА Так? Ж на ТА Вот Значит И я должен написать какую-то вот дельта-функцию Вот Х Минус Х Значит ИТ Я назову Это вообще, говорят, трехмерные дельта-функции Вот Теперь Вот из него торчит индекс А Да? Вот То есть это заряд на дельта-функцию Теперь Из Это был вот этот заряд Вот этот, который из антикварка Соответственно, у него обратный знак Я могу так сказать Что Я вот так сделаю Дельта-3 Х Минус Х И С чертой Вот Это В этом смысле мой Ток Ж А Сейчас Я хочу Мютую куда-нибудь написать Вот А здесь, соответственно, я напишу Ж Мю Плюс Или минус Сейчас, секунду Я их Назову Я его Назову Минус все-таки Вот Все Все-все-все Это же Мю Для одного Для одного Для одного Заряда Для одного Нуклона Значит, ну Просто точный заряд Стоит в точке Х и Т Вот его Величина Вот Жимю Это Ну Тензор Уже У тебя слить 4-х вектор Жим Да Это что-то Это ток Отвечающий Заряду Находящимся Вот в этих точках Двум зарядам Четырех вектор Скорость Четырех вектор Тока То есть Жимю Это Ро На Ат Это плотность На Ну Просто направление Четырех вектор Скорости Правильно Набивая компоненты У него С А остальные В Ну Ты можешь так говорить В принципе Это классическое Выражение для тока В электродинамике Когда мы делали Как раз Метод Мягкопотонном приближении Метод классических токов Это ток Для заряда Движущийся по траектории Вот У меня здесь Это просто Значит Эксид И как они движутся Я пока не Конкретизирую Просто они стоят в точках Эксид Вот Вот такой ток Теперь На самом деле Мы Это ток Отвечающий Одному нуклону Вот давайте Теперь здесь Напишем Что это Сумма По всем И Единица До А Где А Это число Нуклонов В ядре Так Вот Тогда это ток Отвечающий Всему ядру Значит Вот этот генератор ТАИТ Он действует В пространстве Итого нуклона Так Вот Теперь Одно и то же Да Хорошо Имеется ввиду Следую Что когда мы будем Считать Вот среднее Там Это будут Обкладки Из нуклонов Так И вот эта Обкладка Соответствующей Там ядру Да Это обкладка Из Там Один А Ну И один И А Вот Из нуклонной Обкладки Да И когда мы будем Считать среднее С нуклонными Обкладками Вот ТАИТ Будет Усредняться По соответствующему Итому Индексу Вот Хорошо Значит Теперь Это поле Значит Которое Мы должны подставить Вот сюда Решить уравнение Спрашивается Вот это вообще говоря Выражение Зависит от калибровки Да Вот И Утверждение состоит в том Что в Ковариантной калибровке Дмиламю равно нулю Рассеяние ядра Ну на какой-то частице Можно считать как сумму Рассеяния на каждом из ядер В некотором приближении То есть Если у нас есть Два Ну Два нуклона в ядре То Рассеяние нашей частицы Оно как может быть Вот мы считаем Друглённый обмен Это первый вклад Да Он может быть такой Ну вот тут все возможные Прицепления Такой То есть Сначала он полетел Рассеялся на этом Потом полетел дальше Рассеялся на этом Так Вот Вообще говоря Есть вот такие диаграммы Сейчас расскажу Значит Вот мы Моё ядро Состоит из набора Нуклонов Вверху Значит В нём есть сколько-то Нуклонов Наша частица Вот нижняя Ну опять-таки Мы там какой-нибудь Диполь рассматриваем Он летит И взаимодействует Со всеми ними Нуклонами Значит Вот это бесцветные объекты Когда он взаимодействует Есть такие диаграммы Когда он взаимодействует С одним независимым Потом со вторым Независимым и так далее А есть Вот такого типа диаграммы Да Когда он взаимодействует Ну то есть Вот этот бесцветный обмен Пошёл И он захватил оба Ну клоун Да Вот Это Это глионы Ну потому что Ну я рассматриваю сечение Так У меня в сечении В Т-канале Должен быть бесцветный объект Вот В смысле Говоришь Ты можешь регулировать Бесцветное состояние В Т-канале Да Ну мне собственно В сечении Другие вклады И не дадут Потому что сечение Это бесцветный объект Вот Значит Что я хочу сказать Что Есть вот такие вклады Есть вот такие вклады По заряду же Они вообще говоря Одинаковые Да Ну я могу тут На перекрёст Нарисовать еще как-то Да Вот Но Значит У нас Относительно Величина вот этих вкладов Зависит от калибровки Которую мы выбрали Вот Это можно показать Вот И Я не знаю Я могу это показать Скажем Что делается Рисуется Правилом Феймана Эта диаграмма Правилом Феймана Эта диаграмма Приканальном приближении Считается интеграл Получается Что Вот этот интеграл Много меньше Чем вот этот Феймановский Ну вот В такой калибровке В какой вариант Если мы Вычисляем В калибровке Лайткуновской То есть Там Скажем А плюс Равно нулю То это не так То есть Нужно вот эти тоже По параметру По параметру По параметру Нашего разложения Грубо говоря П перпендикулярный На П продольный По такому параметру Степенным образом Да Мы все смотрим В реческом приближении Да 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 То есть Картина Которая здесь будет Зависит от калибровки Я это сделаю Просто сейчас Это некое Отвлечение будет Из этого анализа Мне нужно только одно Что В ковариантной калибровке Я могу считать Своё рассеяние Как последовательное рассеяние На Независимых Нуклонах Пренебрегая Вот этими диаграммами Да Про любую другую Я сказать не могу А про вот эту Я могу сказать Что тут будет иначе Потому что В глюлённом тензоре Будет грубо говоря Некий Знаменатель Который Ну Испортит эту картину Вот Поэтому Вот Всё что я здесь буду делать Пока Оно будет В ковариантной калибровке Вот в этой Однако Ситуация заключается в том Что физические величины В этой вот теории Которые вот здесь считаются Они считаются через Поля в светоконусной калибровке Поэтому Нам нужно написать Вот Решить вот эти уравнения В Ковариантной калибровке Потом сделать Калибровочное преобразование И уже подставлять Сюда Значит Поля в светоконусной калибровке Вот этим мы сейчас займёмся Значит Итого Вот есть ток Вот Значит Давайте Посмотрим Как мы будем решать Это уравнение Значит Это уравнение У меня Дмю Минус Минус Амю Значит Нажим Минус А на Ф Б Значит Минус Минус Здравствуйте А음 b так с плюс плюс просто тут у нас со знаками до конвенция некая значит они б б е вот так и страну нулю вот уравнение же же конечно равно же же а new джи они я знаю вот я знаю что он пропорционален вот же минус соответственно я могу сказать что у меня здесь но вот если вы помните там первую лекцию или вторую где выводил поле ударной волны да вот поле ударной волны было пропорционально как раз вот джи мю минус из вот всяких бустов минус и компонента до смысле только минусы компонента это показывает с переходом бустированием ну помните да я это делал вот значит поэтому на самом деле если ядро стоит вот просто как я пока написал то есть из тут все есть да потому как только я сбустирую меня останется только одна вот поэтому я пока ее и написал вот теперь на самом деле ну тут нужно раскрыть и подставить и решать себе вот я напишу фактически ответ который мы подставим и проверим вот у нас получится что у нас есть а плюс а то я вот которое равно сумма значит сейчас у нас есть а плюс которая сейчас напишу есть а минус и а и ты равны нулю значит вот опять-таки еще решение скажем в таком виде тогда какое уравнение у меня остается уравнение у меня остается логика следующий вот уравнение мне нужно решить так и я значит в феминской калибровки в ковриантной калибровки написал теперь я могу его решать на самом деле решение него много так одно из этих решений будет таким что вот эти компоненты будут равны нулю а вот это не будет так вот я именно это решение возьму они физически в этом смысле все эквивалентны но мне вот это удобнее всех это за счет решения уравнения уравнение много решений там калибровочная свободу как вот оставшуюся то есть мы фиксировали что-то но есть еще оставшуюся калибровки вот значит наверху она мне записано в любой калибровки но я если хочешь я вот это вот ввел фиксирующий калибровочный слагаем по гранжан там все значит фиксировал калибровку и так далее хорошо я решаю вот это уравнение решение много да и я выбираю вот это решение вот с такими условиями это просто ну выбор удобно мне решение вот если можешь выбрать то что написал как принимать как граничную свою это не понимаешь я же могу сделать вращение в пространстве калибровочном она не будет другое это у меня у этого уравнение есть много решений так я выбрал то которое удобно мне физические решения они все не физически потому что это потом свектор потенциал они имеют одно и то же к одни и те же калибровочные вариантные величины это хромодинамика в этом смысле f-меню тени калибровочный вариант но их меню на их меню трейс да вот а просто f-меню будут разные решаем уравнение значит сейчас все будет я просто хочу вот тут компонент сколько у поле 4 так вот на самом деле я могу работать только с одной вот что я и хочу значит что я говорю вот тут у меня значит только не может быть только плюсом поэтому поэтому мое уравнение сейчас я его напишу напишу плюсом плюс минус равенец так к чему я пришел там значит вот отсюда я значит не должно быть плюсом и того если я вот тут значит оставляю плюс 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 здесь нету вот что у меня может быть у меня может быть если еще решение в таком виде вот здесь у меня должно быть тоже плюс то иначе не будет потому что я ищу решение в таком виде что есть только плюс этих нет соответственно я могу здесь местами написать только плюс ну тогда у меня вот это вот вылетит и вот этот дифференциал он будет зависеть от x плюс x плюс у меня нет тут у меня 3 тут только x минус x перпендикулярная поэтому соответственно этого члена не будет вообще вот теперь что касается здесь опять-таки я должен брать плюсы по ровно потому же этого вклада не будет значит вклад останется только такой когда я беру перпендикулярные компоненты и там будет грубо говоря да и ты да и ты вот а плюс вот это вот этот член на вот это ну и равно соответственно плюс значит опять таки вот сюда я а с индексом плюс внизу это с индексом минус верху ее нет ее нет вот она а минус равно 0 если вот это минус здесь то тогда минус здесь этого нет и минус здесь вот значит минус это это значит плюс внизу соответственно это опять таки d по dx плюс у меня его нет у меня вот здесь после буста будет дельта от x минус икс этой минус дельта от x минус x это и минус дельта от x минус икс этой Так, я не жи-дифференцирую, а дифференцирую. Правой части нету, согласен, ладно. Да. Так. Ты мне говоришь, что вот я возьму, продифференцирую по плюсу. Нет, я говорю, что ты берешь второй член. Вот этот член, да, и первый член на второй ход. Плюс тут. 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 Д плюс. А плюс. А плюс сверху тогда? А плюс сверху. А минус-то, да. Минус, тогда вот тут минус. Вот этот, да? Да. Так, вот этот. Ну, если я вспомню поле ударной волны, то я именно такие и буду искать. Да. Хорошо. Соответственно, я зависимостью от х-плюса везде пренебрегу. Ну и поэтому это тоже выкину. Ну, вот у меня от х-плюса дельта функции, от х-плюса ничего не зависит. Хорошо. А с калибровочным словами, как это сверху? Потому что там у тебя тот же самый, д минус, а плюс. Да? В принципе... Сейчас. Сейчас. То есть у меня получится д минус, а плюс, плюс, д плюс, а минус, минус, д вектор, а вектор равно нулю. Ну, они... Теперь я говорю, вот пусть у меня а не зависит от х-плюс, да? Ну, вот, скажем-то, да, я вот это выкинул. Ну и... Значит, сейчас, секунду. Это мне все равно что. Если я вот такой выбор буду делать, то а минус и а вектор у меня равны нулю. Так? То есть это у меня автоматически будет ноль. Вот. То есть с калибровочным условием все хорошо. Нет, нет. Ну все хорошо, но она вообще при чем здесь или не при чем? То есть ты калибровку как-то фиксируешь? Я сейчас фиксирую вот эту калибровку. И ты не говорил, что а, а, от х-плюса, какие решения не ищешь? Я фиксировал калибровку, сказал, что от х-плюса не зависит, это у меня совместные условия. Ну, ладно. Ну, ладно. Хорошо. Вот такое уравнение решить несложно, да? Это лапласиан поперечный, значит, поле равен току. В токе стоит дельта-функция, так? Соответственно, решение такое. От х, значит, минус х-пентикулярная сумма. g делить на 2пи. g делить на 2пи. Дельта-функция, минус х-пентикулярная сумма. Да, это функция грин двумерного лапласиана, но еще с минусом за счет лоренцевского суммирования. Так, ничего не забыл? Так, да вроде и не забыл. Так. Хорошо. Значит, это функция грина. Лямбда-это, ну, характерное расстояние, которое мы выбираем для нашего ядра. Что-то типа лямбда-КХД. А, кстати, это безразмеривающий фактор. Это безразмеривающий фактор, который имеет смысл, ну, грубо говоря, лямбда-КХД. Это наше поле. Теперь это поле. Можно ему написать тензор. F плюс, I плюс. Ответить. В каком динаме-то здесь ничего не осталось? Почему? Здесь осталось T. Это важно. Значит, для него можно написать поле F и плюс, которое будет не нулевым. И оно, значит, какое? Минус сумма. Единицы, да. G на 2П. Значит, F. Ну, вот у меня F написано, да. Я говорю, Dμ, ну, Di, А плюс фактически. Вот. Это. Это. Логарифм. Ит. Логарифм дифференцируем. Вот. Это двумерная, да? Это TENZOR F. Вот в той мой калибровке все это я сделал. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Теперь. Я... Все мои физические величины в дальнейшем будут выражаться через поля в светоконстанной калибровке. Поэтому мне нужно от этой калибровки перейти в светоконстанную калибровку. Вот. Светоконстанную калибровку по А+. А плюс равно нулю. Я должен сделать калибровочное преобразование. Вот. Соответственно, мое поле в калибровке, значит, лайтконовской. Это мое поле, ну, некая матрица SS-1 калибровочного преобразования. Вот. Опять-таки, плюс или минус? Минус. Делить на G. С на S-1. Вот. Значит, А. Я знаю. Вот это А. Я должен найти такое S, которое мне даст светоконстанную калибровку. Светоконстанная калибровка у меня определена вот так. А Lc, значит, чего там, плюс равно нулю. Вот. Поэтому, чтобы найти S, я могу поставить сюда плюс равно нулю. И найду S. Уравнение у меня будет, соответственно, плюс. С равно и на G. D плюс S на S минус 5. Вот. Это уравнение я могу решить. А S это какого основания? S. Это некая, ну, матрица, обеспечившая, да, унитарная матрица калибровочного преобразования. Но матрица как кем ундексу? Цветовым индексом. Цветовым. Вот. Теперь, значит, A плюс, вот оно у меня написано. Вот такое, да. Ну, это A плюс A, T. A плюс вот здесь. Это уже свернутое с TA, помноженное на TA. Причем то TA, на которое я помножил, оно в пространстве, значит, моих полей, да. А вот те TA и ИТ, они действуют в пространствах каждого нуклона. Вот. То есть это разные TA. Теперь. Ну, S минус 1 мне тут не особо принципиально. Мне, грубо говоря, значит, нужна такая S, после дифференцирования которой я получу свое поле. Это легко организовать таким образом, что S, это вещество PE в степени X минус, ну, тут вообще говоря минус, D, X с волной минус, A плюс, A плюс, A с волной минус, X перпендикулярно. Ну, это просто уравнение на P экспоненту. Да, это уравнение на P экспоненту. Сейчас только заряд правильно поставлю. Вот. Значит, P минус. Так, если я ее дифференцирую, вот, то я дифференцирую по нижнему пределу, у меня получается минусы G на A плюс. Соответственно, минусы сократятся, G сократится, останется A плюс. Ну, все хорошо. Значит, вот матрица для моего калибровочного преобразования. Опять-таки, эта матрица не единственная, да? А что там предел бесконечно поставил? Я поставил предел минус бесконечно. Минус бесконечно. Значит, на самом деле, как я его поставлю, это неважно. Как бы я его там не поставил, да, у меня вот это уравнение будет удовлетворяться. Я его из соображений следующих поставил, что частица летит у меня из минус бесконечности, вот, и по X минус, да, и прилетает в точку X минус. Вообще говоря, вот это по экспоненту отвечает, ну, по траектории частиц излучению различных A, вот как я суммировал пропагатор. То есть, я ее и беру от, значит, начала до вот моей фиксированной точки, в которой я смотрю. Вот. А так, в плане, я могу взять любой контур вот тут вот, чтобы формально удовлетворить уравнение. Вот. Значит, вот я взял такой. Если я взял такой, то мы просто будем получать физические величины. Вот. А если я возьму другой, то будут какие-то другие величины, грубо говоря. Вот у такого контура есть физическая интерпретация. Значит. В контур, в смысле, который изменился, конечно? В точку, да. Вот. То есть, по факту, мы сейчас, то, что мы получаем, мы получаем некий элемент у матрицы, как в методе эквивалентных фотонов. То есть, вот оно летело, летело и прилетело. То есть, это интеграл от минус бесконечности до нуля, по факту, или там до нашей точки. Вот. Хорошо. Это S. Теперь я должен получить поле, ну, подставить все туда и найти мое поле. Лейтконовское. Вот. Вот. По упорядочению. То есть, вот тут A плюс, значит, стоят. Вот это A, T, да? Если я A просто напишу как матрицу в пространстве света, то вот тут я должен написать T, A. Вот. Видишь, вот эта T, A, она имеет, она действует в пространстве, ну, моих полей, вот. Так. А вот эти T, A, они действуют в пространстве каждого нуклона. Вот. Пространство моих полей и... Ну, вот у меня в Лагранжиане, да, стоят глюнные поля. Так. Они имеют индексы A. Так. Вот. Это поля, ну, это индекс, ну, это поля, которые мы смотрим. Так. А вот эти матрицы, они сворачиваются, ну, со спинорами вот конкретных кварков, антикварков в ядре. Вот. Упорядочим мы по вот этой траектории. От х минус, от минус до минус бесконечности. Вот эти матрицы T, A. Вот. Хорошо. Значит, и того. И того. Если я беру и подставляю вот это, значит, вот сюда, так, у меня получается, во-первых, A плюсовая равна нулю, да, по построению. А минусовая, если я подставлю, она тоже будет равна нулю, это можно проверить. Останутся только аиты. Вот аиты я напишу. Значит, аиты будут равны. Будут равны. Значит, тут будет стоять S. Так. Так. Это я поставил вот эти. Вот. Дальше я поставлю. Тут день. Т, А, И, Т. Тут. Так, еще G, да, мне нужно? G. Да, да, да. Значит, ну, G-то оно никуда не делось. Значит, даже минус G на 2P. Вот. Хорошо. Хорошо. Значит, дальше я должен продифференцировать Что? Ну, могу, да. Удвоит, это правильно. Итого. Я получу значит дельта X минус X и T минус помножить на помножить на А, я не так хочу. Я не так хочу. Я не так хочу. Значит, я не так сделаю. Так мы долго будем делать. Так мы долго будем делать. Значит, вот у меня А, И, Т, Л, С значит, от X минус X перпендикулярно. Мне его надо найти. Но, я понимаю, да, что если я вот так буду делать, у меня на самом деле много тут чего будет, да? Вот. Потому что преобразование поля, оно вот такое сложное. А преобразование тензора, вот зачем я его там находил-то, оно на самом деле проще. Так? Преобразование тензора, оно просто вот такое, без вот этого лишнего слагаемого. Поэтому я вот возьму и тензоры преобразовываю. Вот. А поле, на самом деле, это интеграл от F и плюс dx минус вот, соответственно, откуда от минус бесконечности dx минус. Вот. Это у меня LC. Так? Это у меня LC, это у меня LC. Теперь, если я говорю, что я возьму, что такое FLC? F, это я должен F и плюс, да? Это у меня F и плюс. Это D и Т А плюс минус D плюс А и Т. Ну и вот тут вот с неким знаком у меня будет и АИТ и А+. Значит, я еще раз говорю, что у меня останутся только перпендикулярные компоненты, поэтому вот этого нет, вот этого нет. F и плюс это просто D плюс от АИТ. АИТ и АИТ. Вот. Соответственно, если я это уравнение буду решать, вот я этот F интегрирую под Dx- до моего и x-. Если я его соответственно вот тут дифференцирую, то я получаю мое АИТ. Так? Так, насчет знака минус сейчас скажу. Ну, значит, вот так я сделаю. Чтобы знака минус не было. Вот. А F преобразуется следующим образом. F Lc соответственно с любыми индексами, да? Это S F S-1. Вот. И теперь я могу, чтобы не мучиться с А, F я тоже знаю, вот этот. Я его попреобразовываю. Соответственно F Lc будет как я там знаки-то плюс ИТ. Это будет значит сумма по АТА вот тут вот Ж на 2П минус я написал. Значит, что дальше? Минус уйдет, да. Значит, хорошо. Вот это так бы было так и осталось, а вот здесь я просто вот это перепишу. x минус x и t что там и-то минус Далека. 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 Даже тут должен. Потому что у меня вот тут по идее квадраты. Потому что я вот тут как бы в квадраты и пополам еще их написал. Ну, коэффициент... Тут я возвел в квадрат, написал 1, 2 и пошел дифференцировать. Вот. Хотя нет, я дифференцирую. У меня будет единица делить на это, 1, 2, но и там 1, 2 еще. Да. Вроде нормально. Вот. Значит, хорошо. Вот я написал. Это F. Все. Это мое F. Lightcon. Теперь я его должен проинтегрировать. Значит, когда я его буду интегрировать... А. У меня получится. Так, секунду. Да нет. Вроде правильно все. Значит, интегрируем. Так. Не так. Пока просто так. А. Ж. А. 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 Играл. Вот. Когда я интегрирую, тут мне стоят дельта функции, да? Поэтому интеграл я возьму. Вот. У меня получится X минус X перпендикулярное. X минус X перпендикулярное. МТА. 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 Значит, дельта функция у меня перейдет в тета функцию. А. А. X минус. А. Минус. А. X минус ИТ. Да? То есть, если он у нас встретился на траектории, то, значит, есть. Если нет, то нет. Эти останутся. Эти останутся. Эти останутся. Ах. нет так x минус ну вот эти да тогда я так не буду писать да я вот так я все равно положу одну точку так вроде бы это все равно это все равно это вот я вот здесь сделал вот здесь да это еще в экспоненте ну вот пардон вот я вот это интегрирую хорошо хорошо дальше я могу сказать что ну я пренебрегу я пренебрегу вот сейчас я посчитаю в принципе это ответ для поля так осталось только посчитать с тс минус первое вот это да значит глионная плотность это там от x грубо говоря от минус x а а лайт коновская ну в данном случае значит это маточный элемент для глионной плотности но его я в следующий раз буду находить это ну вот то что мы называем уже да в некотором смысле она пишется вот так через а иль а ильце вот мы нашли ну с некими коэффициентами ну вот это x значит и будет разница ее аргументы вот то есть через вот эти вот вещи все будет дальше выражаться поэтому мне нужно посчитать вот эти а ильце вот я их считаю вот значит что такое с то есть нам нужно с от x минус значит x перпендикулярная значит с я кстати говоря только что стер да ты должен взять то а плюс с логарифмами подставить сюда и посчитать значит если я это сделаю что у меня получится у меня получится е степени даже мне собственно не вот это важно посчитать я хочу сначала просто с посчитать подставить то поле у меня будет е в степени и же ну по и вообще говоря да п будет она просто я сейчас возьму и скажу во что перейдет п вот от x минус до минус бесконечности так а у меня было таким а это а старое в кавариантной калибровке значит оно у меня было g на пи и от единицы на а так а так а да и и это и 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 Логарифм. Логарифм. Так, вот такое. Еще минус. Да? Ну, у меня P написано. Ну, пусть будет 2P. Так, вот оно, да. Я его интегрирую под dx-. Опять-таки, это функциями. И здесь у меня стоит P. Так? А я буду считать следующее, что, значит, у меня происходит вот такое взаимодействие, что вот частица летит, вот эти уклоны как-то там расположены, диполи, да, по пути ее. То есть упорядочение по x-, соответственно, даст мне… Так, секунду. Даст мне… Вот тут я должен считать ТА. Потому что это поле. Даст мне упорядочение по нуклонам. Так? Даст мне упорядочение по нуклонам. Поэтому… Они у меня… Ну, в моем приближении они просто равны нулю. Это я могу доказать, но лучше в следующий раз. Ну, они будут пропорциональны чему-то типа… П плюс на П гамма плюс. То есть в реджевском пределе вот токональный импульс, который сюда идет, он… Они пропорциональны его плюсовые компоненты, вот такие диаграммы. Обезразмериваются они большим по плюсовым импульсам исходной частицы. Вот. И поэтому они вот такого порядка там… Вот. В святоконственной калибровке там, грубо говоря, есть знаменатель единицы на П плюс, который вот это компенсирует, и они остаются. А в Фиме русской нет. Нет. А П гамма – это что? П гамма – это, скажем, импульс… Ну, фотона или твоего… Налетающей частицы, да. А, в смысле? Мы просто до этого как-то никогда не говорили, но мы предполагаем, что у нас есть ядро, и что-то их не летит, и что-то небольшое, и поэтому… То есть вот оно летит, и оно вот так провзаимодействовало, так потом, так потом, так потом, отдельно. Вот. У вас странное утверждение, двоёшко, оно последовательно по х-минусу взаимодействует. Казалось бы, они все находятся в одной плоскости по х-минус, а в разных х перпендикулярных. Да, конечно. Но по х-минус мы вот дельта-функции здесь пишем, фактически, да? Минус. Но вот что здесь написано? х-минус, значит, точки, в которые вот мы смотрим поле, минус х-минус итая. Так? Вот. Вот у этого х там один минус, у этого х2 минус, у этого х3 минус, у этого х4 минус. И вот это взаимодействие, оно идёт как? Вот оно встретило самый крайний, оно провзаимодействовало дельта-функционно. Тут стоит следующее, оно его встретило, оно опять дельта-функционно провзаимодействовало, вот так прошло. Вот. Вот. В этом смысле упорядочение по траектории, это упорядочение по вот этим вот, ну, клонам, с которыми оно провзаимодействовало. И поэтому вот здесь я напишу, что это просто произведение по i от 1 до a. Вот. Значит, i. Вот это на самом деле у меня экспонента некая, да? Вот. Тут какие-то там t-операторы вверху, я не могу её расцеплять, вот точно. Вот. Но я её сейчас расцеплю, как бы в главном порядке, главный вклад у меня будет какой? У меня будет это взаимодействие с каждым отдельным, ну, клоном. Вот. А поправками я пренебрегу. Ну, он как минимум g-квадрат, да. Ну, следующий будет ещё больше. То есть он, как бы, это приближение вот здесь использовано, ну, независимо, взаимодействие случится с каждым из наклона. И вот это произведение, оно упорядочено по порядку вот этих x минус и t. так. И что я получу? Я получу g-квадрат на 2π. так, здесь я интегрирую по dx минус, когда я по нему интегрирую, так, ну, вот тут вот с волной, да. Когда я по нему интегрирую, я опять-таки получаю вот эту функцию. эту функцию от x минус, 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 x минус и t. И дальше я пренебрегу различием между x минус и t штрих и x минус и t. То есть, да, то есть вот расстояние вот между этим и этим по x минус, оно мало. То есть они, это означает, что у нас некое, ну, разреженное ядро, как это называется. То есть диполи вот так стоят, и расстояние между вот этими намного меньше, чем расстояние, ну, между ядрами. Между этими наклонами. А что бывает? Бывает, значит, вот. Это, ну, это будет поправка. То есть, что мы говорим, вот это поле, вот это... Ну, у нас есть как бы два режима. Плотное ядро и разреженное ядро. Вот это как бы разреженное ядро. Это мне позволяет общую эту функцию написать. Так, а логарифмы сложить. У меня получится алгоритм x минус x и t, x минус x и t штрих. Вот. Логарифм-то маленький такой получается, да? Почему маленький? Ну, он какой есть уж. Он... Он масштабируется как размер диполя, так? По факту. Ну, это вполне естественно, что при малых размерах он масштабируется как размер диполя. Вот. Так. Так, так. Чего я не написал? Я не написал i. Я не написал t, a, i, t, t, a. Вот. Вот, на самом деле, это s. Очень хорошо. Хорошо. Собственно... Собственно, вот это ответ. То есть, a, l, c. Вот оно. Вот с таким вот s. Называется поле Вайдзекера-Вильямса. Вот. Причем здесь таймин? Потому что это поле, которое построено как, ну, по фактически сумма всех излучений, то есть вот летит, значит, частица с минус бесконечности в точку наблюдения x. x минус, да? И вот эти вот вильсенские линии, ну, вот s, которые, да, они по факту суммируют нам все вот эти глюоны в точке x. В точке x минус. Вот интерпретация такая. Вот так. Вопросы по этому есть? Ну, как-то не сильно простое выражение. Вот это s на 1, s минус 1, это все-таки сложно еще? Сложно. Это то, что называется дискретный аналог. А потом говорится, что, ну, можно, как бы, переходить к непрерывному описанию, что тут есть некая плотность непрерывная вот этих нуклонов. Вот. И это все… А это все для чего? Это все для того, чтобы… Ну, вот это поле, я на самом деле его приготовил сегодня просто. Вот это поле. Из этих полей я могу строить любые свои корреляторы, которые я хочу. Сечение, например, да? То есть, сечение вот в таком поле – это будет вот мое сечение на ядре. Ну, в каком-нибудь примером, в таком поле, в этом поле можно посчитать? Будет. Давайте в следующий раз он будет. Вот. Ну, в смысле, ты хотя бы словами-то скажи, что из этого можно посчитать, я не понял. Я же только что сказал, глионную плотность можно посчитать. Почему? Глионную? Функцию распределения глионную. Глионную? Ну, в ядре, да. То, что мы деглапом. То, что мы деглапом. Ну, они там немножко отличаются, но, по сути, это то же самое. То есть, там, ну, некий интеграл от нее или некая там производная, да. В портонной модели все? Там они в портонной модели… Здесь координат написано, ну, сделайте фурьеды и все. Вот. Ну, это я покажу, на самом деле. Вот. Там их… Они отличаются вот этим контуром. Почему? Контуром вот этим. То есть, я вот это все могу перевести в ALC, да, различными контурами в преобразовании S. Так? Вот. Значит, я нахожу в Лоренцской калибровке свое поле от ядра. Оно у меня, вот, я его писал, да, A+. Хорошо, вот оно есть и все. В нем у меня, вот, значит, есть такая картина, что они взаимодействуют отдельно. Теперь. В мои физические величины будет входить ALC. Вот. Но получить цветоконусное вот это… поле в цветоконусной калибровке из поля в ковариантной калибровке я могу многими разными способами варьировать этот контур. Так? Калибровочное преобразование. Сказалось бы, у тебя ощущение кольца в голову не было, но там… Нет. Там оно определено с точностью… То есть, не минус бесконечность вверху написать там, а плюс бесконечность там, тогда… Да, да, да. Я про это говорю. Это как оставшаяся свобода калибровочная. Так? Вот. И в зависимости от того, какой я выберу, у меня интерпретация вот этих полей и вот всех маточных элементов, которые из них построен, разных. То есть, утверждение стоит в том, что вот если я вот так выбираю, у меня будет одна глионная плотность. Если я по-другому, у меня будет другая глионная плотность. И физическая интерпретация будет отличаться. Вот. Вот. А на чем у тебя эта глионная плотность? Потому что все наблюдаемые выражаются через глионную плотность. Так, в принципе, филеон стал основным филеоном живет. Да. Еще раз, при высоких энергиях глион живет. Вот. Я на первой лекции показывал картинку. Глионы вот фартонных различных распределений при малых х. То есть, тут у нас, скажем, х, да? А тут вот ф чья-то от х. Да? Вот. Ну, там, у, д, с, там, и так далее глионы. Так вот, кварки, они там как-то вот так, да, себя ведут. Ну, на самом деле, я думаю, что при малых и кварки пойдут вверх, но только не так сильно. Вот. А глионная функция распределения, она идет там, вот как-то вот так. Вот. Поэтому при малых х глионы составляют, ну, огромное большинство из всех портонов, которые видно в ядре или в протоне. Поэтому вот это все, это вот исключительно на глионах. Ну, в общем, единицы на х. Ну, вот я вот что-то такое изобразил, да. Вот. А, если мы посмотрим любые сечения, да, там, как у нас сечение пишется? В сечении у нас пишется в факторизационной формуле, что ds – это интеграл dx, там, f от x, грубо говоря, ds – портонная от x, да. То есть, вот это f – это вот то, что я только что рисовал, то, что мы будем находить. Вот. А сигма портонная – это когда мы выделили какой-то портон из наших ядра и на нем посчитали наше сечение. Вот. Вот. А при малых х, я говорю, f у нас глионная доминирует, ну, сумма по всем портонам. Но при малых х у нас глионная доминирует, поэтому мы все остальные выкидываем и смотрим рассеяние на глионах. На этой картинке это означает, что фактически мы вот эти глионы смотрим. Сколько их там? Вот в ядре. То есть мы складываем число глионов от всех нуклонов. Вот. И… А потом смотрим рассеяние на глионах нашей частицы. Вот это факторизационная форма. Хорошо, но все-таки надо показать, как вот это f связано с этим а. Я сейчас не готов точно коэффициент написать, но это вот, соответственно, и, ну, от х, а и, тоже и, значит, от х, ну, от минус х, а. С точностью до, ну, некого множителя, который мы найдем. Вот это усреднение имеется в виду, что я… Да. Да, да, да. Ну, вот тут вот а на самом деле есть. Вот это а – это вот эти а. Вот эти. Вот. А таиты, они у меня умрут после усреднений. Вот. У меня получится некая функция поперечного там расстояния. Так? Я сделаю от нее фурье, это у меня будет функция от q квадрата. Вот. Эта функция от q квадрата будет с точностью до неких там глионной плотности. Вот. Вот. Вот это совсем… Это не очевидно. Это не очевидно. Это не очевидно. Это не очевидно. Но я просто хочу на самом деле на этом закончить и рассказать это уже в следующий раз. Вот. То есть сегодня мы получили поле от ядра, классическое поле. Вот. Маточные элементы этого классического поля дадут нам все наши наблюдаемые. Вот мы их будем считать в следующий раз. А потом… Эти наблюдаемые, они не зависят от энергии-то особо тут, да? А потом мы будем на них писать уравнение эволюции, которое будет уравнением джимболга. Которое будет формально эквивалент тому, чему мы уже писали до этого. Так, а что здесь еще не тренировать-то будет? Ну, по факту… Ну, там по-разному можно, но вот тот W, например, может эволюционировать от энергии. То есть распределение нуклонов в ядре, так? Вот. Плотность их, да? Вот она будет эволюционировать. В смысле… А от энергии это вот этого фотона, да? От, ну, разности быстроты, если хочешь. Разности быстроты кого? Ну, ядра и тот, ну… Ну, и фотона, если хочешь. Ну, того, на что на нем рассеяться. Ну, можно говорить, для разных фотонов с разной, да? Да. Еще чем-то о плотности. Да. Именно так. Вот. Вот это классический он, ну, как бы, первое приближение. А дальше к нему поправки пойдут. Вот. Все.